В прошлом олимпийский чемпион Брюс Дженнер, ныне Кейтлин Дженнер, была одной из немногих звезд мирового уровня, кто поддерживал Трампа во время его предвыборной кампании. Я думала, Трамп будет помогать трансгендерам, к сожалению, я была не права. В своем письме, которое опубликовала газета Washington Post, Дженнер рассказывает, что поверила обещаниям Трампа поддерживать ЛГБТ-сообщество. Об этом он говорил два года назад, во время выступления на Национальной конвенции Республиканской партии. Сейчас же, отмечая Дженнер, президент лишь атакует и оскорбляет сообщество. Я больше не поддерживаю Дональда Трампа, я должна учиться на своих ошибках и двигаться дальше. В Лос-Анджелесе прошло вручение премии «Британия». Церемония ежегодно проходит в Голливуде и устраивает ее Американское подразделение Британской академии кино и телевизионных искусств, более известное как БАФТА. В этом году лауреатами премии стали Кейт Бланшетт и Дэмиан Льюис. Актеров наградили за вклад в развитие кинематографа и телевидения, а Эмилию Кларк, известную по сериалу «Игра престолов», назвали лучшей британской актрисой. Я хочу поблагодарить БАФТА за эту потрясающую награду и за возможность находиться рядом с этими невероятными мастерами своего дела. Я даже не могу просто так посмотреть на них, потому что боюсь, что это лишь часть моего воображения. Стив МакКуин, Кейт Бланшетт, Дэмиан Льюис, Джим Керри. Нет, серьезно, я зашла явно не в ту комнату. Стива МакКуина отметили за достижения в области режиссуры. И хотя у режиссера много наград, включая Оскар, МакКуин говорит, что для него важна каждая из них. Я не очень люблю быть в центре внимания, но я научился получать от этого удовольствие. Ведь это часть нашей работы. Это ведь так здорово, что люди хотят отметить то, что ты делаешь. Я очень рад. Особой наградой отметили Джима Керри. Он стал лауреатом премии имени Чарли Чаплина, которую вручают за мастерство в комедийном жанре. Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо готовят новый совместный проект. Оскароносный режиссер займет с экранизацией бестселлера американского писателя Дэвида Грана «Убийца лунного цветка. История об истреблении племени Осейджи». Главную роль будет, конечно, исполнять Ди Каприо. Картина станет шестой совместной работой режиссера и актера. Съемки планируют начать в следующем году. Американские звезды вовсе агитируют своих поклонников и идти голосовать на предстоящих выборах в Сенат. Телор Свифт, например, последние две недели об этом активно пишет своим подписчикам в социальных сетях. А вот Уилл Феррел решил выйти за пределы интернета. Он в буквальном смысле ходит по домам. Некоторые жители Атланты были приятно удивлены, когда им в дверь постучался знаменитый актер. В штат Джорджия Феррел приехал, чтобы поддержать кандидата демократов Стейси Абрамс и призвать жителей штата голосовать именно за нее.